Дети-сироты готовятся пойти в первый класс. В Махачкале прошла благотворительная акция «Скоро в школу», организованная общественным движением «Дагестан без сирот». Для детей устроили увлекательный праздник с различными играми и танцами, а также подарили каждому ребенку школьный инвентарь. Подробнее расскажет Гамзат Нурмагомедов. Около 30 детей, у которых умерли оба родители, или есть только один родитель, приехали из разных городов и районов республики. Сегодня для них устроили настоящий праздник с участием веселых аниматоров. Наша задача не для того, чтобы показать, что мы какую-то работу делаем. Аллах видит то, что мы делаем, и тот ребенок, который получает. Наша задача, что есть такие дети, не только в детских домах, а в семьях, у которых умерли родители, чтобы они видели их, чтобы каждый взрослый, состоятельный человек взял на себя одну семью и сопровождал ребенка до тех пор, пока он встанет на ноги самостоятельно. Автоматные игры, батут, лабиринты и другие развлечения сегодня для ребят абсолютно бесплатны. Вкусным обедом с разнообразными блюдами детей угостила администрация развлекательного центра «Солнышко». Поддержать сирот приехали представители различных министерств и ведомств республики, а также спонсоры, которые решили остаться анонимными. 1 сентября вот эти дети, которые оказались в тяжелой, трудной ситуации, которые потеряли отца и мать, мы такое не желаем никому, идут первый раз в школу. Мы вот захотелось приехать, поддержать, помочь. Портфель, набор первоклассника и школьную одежду получил каждый ребенок. А мягкие игрушки получили те дети, которые отгадали загадки в ходе викторина. Ежегодная акция «Скоро в школу» проходит уже седьмой раз. Мы играем кошки-мышки, потом мы... Потом тянули, потом в закатку играли и подарки получили. Потом мы там пошли и игрались. Очень хорошо помогают. Спасибо даже за то, что вот такое мероприятие проводили. Это очень приятно, даже очень счастливые дети. От них тоже спасибо. Очень благодарю, очень довольны мы за такую поддержку. Еще раз спасибо хочу сказать им за то, что даже вспомнили. Мы даже не думали, что такое мероприятие будет. Даже не ожидали. Мы уже рады сейчас, очень рады, что у нас поддержка есть такое государство и республика нашего Тагестана. Очень большое спасибо спонсорам, чтобы у них бизнес процветал еще сто раз. С каждым годом количество ребят в детских домах уменьшается. На сегодняшний день в республике функционируют всего два приюта. Однако остаются дети, чьи родители волей и судеб покинули этот мир. Именно такие дети особенно остро нуждаются в нашей помощи и поддержке. Гамзат Нурмагемидов, Нурмагемид Магемидов, телеканал ННТ, Махачкала.